Но сначала немного рекламы. Администрация игры Хаунд приглашает вас на свой кластер из шести карт. Куда вошли Айленд, Центр, Рагнарёк, Эберация, Скёрч и Вулкана. Всем игрокам доступны подарки в виде стартового набора и стартовых динов. Еженедельные конкурсы и регулярные ивенты. Все моды и рейты сбалансированы для комфортной игры. Онлайн-магазин с автоматической выдачей 24 на 7. Опытная и отзывчивая администрация. Свои временные обновления и обслуживание серверов. Более подробную информацию и настройки сервера вы сможете найти в их группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. Ребята, я всегда в вас верил. И до этого я прощупал почву, прося 1000 или 1500 лайков. И когда такое большое количество набиралось всего лишь за один день, я понял, что мы с вами можем набрать 2000 лайков. И эта цифра взята неоткуда-то с потолка, как некоторые писали в комментариях. А как оказалось, вполне реальная сумма. Если углубиться немного в математику, то это всего лишь 1 из 5 человек должен поставить лайк. И в этом абсолютно не надо ничего стесняться. Всего лишь одним простым нажатием вы можете поспособствовать выходу как можно скорее следующего ролика. Поэтому набираем 2000 лайков и больше я просить не буду. Набираем 2000 лайков и сразу же выходит следующее видео. Поэтому не поленись и лучше сейчас поставь лайк, чтобы потом не забыть. Приятного просмотра. Всем привет ребята, это сервер Аркава, карта выжженные земли, кластер, пвп. Сейчас я направляюсь прямиком к зеленому обелиску, там меня ждет человечек, которого надо принять в трайп, ну и которого мы отдадим в базу. К слову, как раз эти парни нам очень сильно помогли с последним рейдом на Айбере, они нам отдавали очень большое количество сижек для рейда. Потому что наши закончились. Так, принимай. Все, окей, хорошо. Давай, следуй за мной, я постараюсь не очень быстро лететь. Покажу, где у нас сама база, сама пещера. Ну, вообще, в принципе, покажу нашу базу. Так, сейчас тебе сразу тогда дам админку, чтобы потом своих принял. Сейчас устроите небольшой рум-тур. Так, ладно, ребят, в общем, смотрите, какая у нас сейчас ситуация на сервере получается. Всех врагов, которых мы могли вынести, мы, конечно же, вынесли. Было очень сложно, было очень потно. Вынесли большой трайп на Аберрации. Вынесли все три базы самого большого трайпа на Рагнарёке. Все это сделали мы... Так, ясно. Меня крашнуло, ладно, как всегда. Что-то, кстати, в последнее время очень часто, да? Да не говори, меня уже подбешивают. Так, на чем я остановился? А, вынесли все три базы самого большого и агрессивного трайпа на Рагнарёке. Все это сделали мы примерно в 5-7 человек. Ну, к сожалению, больше у нас народу не играет. У нас единственное только раз в неделю, может быть, собирается и 10 человек. Но и то мы, скорее всего, идем на босса. И потом все эти люди расходятся. И рейдов в 10 человек у нас как бы не особо получалось. В общем, вся проблема в том, что у нас мало народу. Паза для чек-незаликела не нравится. Здесь у вас где-то же сера, да, должна быть? Сера около скал. Около скал, вон там вот справа скала есть, как раз мобилиска, а там сера. Ну, в общем, дело в том, что мы вынесли всех врагов, которых мы могли вынести. Осталось тут два трайба, которых мы не смогли вынести, потому что они живут в пещерах с артефактами. И там просто анрейт места. Да и народу у нас мало. Ну, в общем, смотри. Так. Вот это вот надо будет, ну, потом, как уже, освоитесь, почистить. Тут, блядь, вот этот долбой, который пришли рейдить. Какой-то трек называется, даже не знаю. Да, типа, что они с Айленда? Ну, вот, Чина-1. Там артоплевры у нас в пещере стоят. А, ну вы их не сможете вытащить, у вас стоит. Ну, короче, потом на босс нафармите, откроем вам теку, потом почистить, как будет возможность. Либо мы сейчас это вытащим. Артоплевры. Почистить вот эту всю артоплевры. Там, не знаю, минут 10, наверное, пожрать. Короче. А, ну и турки подзарядить надо будет. Они тут разрядили части. Какие-то... А, не походу. А, нет. Я не знаю, как они тут разряжали даже. Как-то очень странно разряжали. Какие-то разряжены, какие-то нет. Какие-то какие-то не до конца. Ну, кутэковский сколько. Похерня, короче, половину где-то разрядили, только. Подзарядить. У вас же есть в туре, типа, все равно... Да, да, да. ...вознение, как бы... Если что, своими дозарядили, либо там нафармите. Ну, короче, вот это просто так... Внешняя оборонка тут можно по 1000 патрон заряжать. Принц, вообще похер. Ну, там, посмотрим, в силу возможности, типа... Можете по 1000, может, побольше, больше. Ну, как правило, если по 1000 в каждую турку, то, ну, если начнут рейдить, то, ну, час у вас точно будет. Чтоб заметить, что у вас рейдят. Ага. Можете паразавра даже впихнуть внутрь этого шатра. Так, залетай внутрь шатра. Залет через верх, типа, тут кецаль пролетает, и верны пролетают. Тут места маловато, ну, пойдет. Гриль и все хуйня. Так, давай вниз пошли. Здесь вообще анрейд место. То есть тут надо приседать, и тебя сразу въебало турок 30 хуярит. Смотрите. Ну, то есть это анрил, это только разряжать, но смотри, они у нас по фулам заряжены. То есть их желательно, ну, отсюда не брать патроны, пускай всегда по фулам будут. Потому что это место можно разрядить, но там надо немного издрочиться, чтобы живку так поставить, чтобы это разряжало, но это все равно на очень долго разряжать. Тут у нас вторая типы гения обороны, она даже не доделанная. На стопату эти патроны закончились немного. Ну, тут у нас тупо очень длинный коридор, как бы, тут особо смыслов не было у дота ставить. Ну, может, конечно, кто-то поставить, но, я говорю, типа, много смысла от этого не будет. Все равно это разряжается там. Самая главная оборонка именно вот сам вход, где надо приседать, там практически это анрейд. Да, там текстура получается только не подлезетная. Здесь у нас поросисты, это они подписаны хпшкой, ну, цифры типа хп. Мужики здесь к хп. Всех самок, ну, желательно по кд, ну, если есть возможность, то по кд спаривать всех самок вот с этим вот самцом. Ютуб на количество их ебашить. Потом просто берешь, не знаю, двадцатку этих поросей на любую базу отправляешь, они любой дот разрядят. Пиздец, как бомжи, но по деревянные фундаменты везде валяются. Еще со времен, как мы только начали застраивать пещеру. Что-то надо живко спавниться. Ну, редко. Ну, тут вроде все заблочили, насколько это можно было. Тут мини-зигзаг, я хуй знаю, зачем его настроили, или стрел, даже не я. Я такой проснулся утром, захожу в арк, мне говорят, посмотрите, что я построил, я такой говорю, типа, что, где? Увел, нахера. Тут бронтон, ну, бронтон нахер не нужны, на них может хер забить, вот так чисто мясо стоит. Не знаю, может, через пару дней уже от голода сдохнет. Сейчас там, я не знаю, скорее всего, не разобрали, нихуя, потому что там будет беспорядок. Здесь вообще вот место для рексов. Вот по правой стороне рекс стоит, там пару забаганных есть. Здесь слева дрейков крепим на скалы. Здесь вот по правой части рексов выставляем в линию. Здесь носороги стоят. Носорогов, кстати, спарьте обязательно, если сходить тег открыть, лучше себе носорогов выберите спарьте и вырастите с привязкой. Так, ну вот тут рекс уже стоит, там 5-5 говно красные. Их турки, к сожалению, не добили. А тут, кстати, это большая особенность пещеры, то, что вот тут стоят платформы, ниже платформы смерть. То есть ты прыгаешь, у тебя вайпает 500 тысяч урона. Ты умираешь нахер. Потому что что живку, что сам туда лучше по фану не прыгай. Проебешься. И оттуда это никак не достать, кстати. Так, крапы для Абера, если... А, ну, вы без транспорта не вытащите. Ну вот у Ямато, у него тег открыт. Я ему попозже в вашу дискорд скину. Или я не знаю, вы как, типа в вашем дискорде будете сидеть, или мне запариться в нашем дискорде сделать вам роллку, комнату. Ну да, пускай к нам просто закинете, в принципе. Я тогда к вам просто приглас скину. У него тег открыт, если что, будет помогать там, трансферить дживку туда-сюда. Так, сверху телепорт стоит. Здесь... Ну, блядь, у нас тут бронта забагался, когда мы его выводили. Тут просто рампу вниз опустите. Ее пришлось сломать. Типа, ничего страшного. Птеры стоят, тоже можно себе птеров навылуплять. У них топовый хп. Но остальное, ну такое средненькое. Ну, в принципе, они выше среднего считаются. Грифонов у нас почти нету. Один-два грифона. Потому что у нас их часто сливают, и никто их не таймит. Этих кабанов можете постоянно спаривать, тоже прям по кд. У них... Ну, они такие, относительно средней прошивости. Просто можно на них количеством братьясь. Там какой-то рейд, это бесконечный разряд. Там 20-30 кабанов, если вы еще дополнительно вырастите к этим. И от любого базы можно тупо разряжать. Ну, сюда, то есть, накоцанную живку тэпаешь и тупо кабаном одним за другим хилишь. Так, здесь у нас страйки стоят. Трайков тоже надо спарить. Ну, то есть, первостепенная важность, что, ну, оборонку сейчас будет установить там немножко. Можете пока хуй подзабить, не восстанавливать ее особо. Не знаю, как вы хотите. Для рейдов, чтобы рейдить, вам в основном, что, только тэк открыть. Ну, то есть, мы вам поможем тэк открыть. Не проблема, зайдем, пройдем вам босса. Так, поросей спаривать, чтобы было чем разряжать. Трайков вот этих вот спаривать, не знаю, найдете саму, самца, у которого больше всего хп. Поспариваете. Големов у нас мало осталось. Там, пару, мы вообще в пропасть уронили, они у нас сдохли. Кицали есть, выращенные гиги. Гиг может себе тоже спарить, вырастить, если нужно. Големов по-хорошему. големов, если сами будете рейдить, лучше не брать, потому что, это у нас редкий экземпляр уже стал. Тут у нас стая терезин и стая мегатериев. Он может себе терезинку лупануть, может себе мегатериев лупануть, тоже вырастить, мегатериев, на мегатериев паучиху пройдете. Там даже в пятером можно будет пройти, наверное. Ну, не знаю, короче, посмотрим, что тоже поможем пройти. Так, ну, в принципе, это вся пещера. Дай промоку тебе покажу только. в принципе, это все. По сути, пещера, она большая кишка. Где что стоит, я думаю, так, в принципе, запомните. То есть, и так уже где-то что-то распарковано, просто рядышком припарковывайте, все. Сейфы все подписаны, все это, все подписаны, что там должно лежать, все очень удобно, там, побегайте, пару деньков, привыкните, что где. Здесь у нас тупо стеллаж с броней, здесь у нас стеллажи с оружием, но тут всякие мешки, которые по тупому подписаны, типа больше 299 слотов, он фулл слоты, все 300 слотов разъебанного стафа, ресов. Ну тут, ну тут, короче, мешка 3, наверное, фулловых, тупо, в сломанной броне, там, где-то не сломанной, ну, после рейда все разгружали, просто там уже старт сервера намечался, мы быстрее просто загрузили, репликатор тоже весь забит, ну, короче, у Ямато тег есть, если вам какую-то живку надо будет вытащить на поверхность, просите его, пускай он вытаскивает. Плавилки, ну так вроде бы, все есть, типа верстаки, сам видишь, где стоят, холодильники, в принципе, холодильники все подписаны, где что хранится и так далее. Вот эти турки тут просто как мешки для патронов стоят, чтобы никуда их не скидывать, просто в турки заряжаешь их, и похер. Так, что-то непонятно? Нет, все-все понятно. Ну, единственное, конечно, разобраться, побегать на привык. Ну да, тут, в принципе, я говорю, все, что с лутом, оно подписано, холодильники подписаны, ничего сложного нету, пещера одна, большая кишка, типа заблудиться сложно. Самое главное, с живкой и с лутом не прыгать в пропасть. А, тут внизу, я не знаю, ты заметил, не заметил, тут внизу, он есть, кибловая живка, то есть, она тут иногда голодает, тоже за ней надо периодически следить, там где-то кормушка снизу стоит, просто до мяска, там ягод такой, раз в пару дней подкинуть, чтобы живка не загнулась, а так нормально, жить можно. тогда я тебя наверх портом, чтобы тебе все это не оббегать наверх. Я говорю, это, получается, выводить живку эту всю через телепорт, да надо? Ну да, через телепорт, но у Ямато все открыто, если что, его будете пинать, я ему сейчас скажу, то что, чтобы он к вам сюда в дискрут зайдет, авторизует, меня, кстати, тоже авторизует, чтобы я мог свободно в канал к вам заходить. А сейчас, если что, я тебе, может, это по-божески на другой канал, это, ну, здесь пацан не играет, который канал делал, у которого, все права. Угу. Ну, так вроде, ой, я же себя забыл залутать. Сейчас я вот этого рексов с улицы засвещу, просто тэпнул обратно туда, в пещеру, то мы их выводили, мы просто по фану решили всех рексов к ним на дот отправить. У нас рексов сколько там, штук пять, наверное, умерло, все остальные выжили. Ну, их прям так беседло сейчас поебать. Рексов с дохера. Ну, короче, еще побегать, там, примерно, запомните, там, пару дней, побегать, запомните, где что стоит. Сука, тупые ящери там, поворотливые. Он принимает там своих двух, которые с тобой играют, тоже я тебе админку дал. Да-да, я их добавлю потом. Так, какой еще вопрос есть? В принципе, пока нет, давай я разберусь, этот, ну, и потом уже, наверное, вопросы появятся. Ну, если что, пиши в ВК, я ВК часто чекаю. Все, хорошо, тогда есть, ссылку на этот дискорд скину Ямато. Ты из канала не уходи, он сюда подключится скоро. Он, пускайся, подключится, этот, мне сейчас отойти, поэтому я сейчас выйду ненадолго. Угу, хорошо, я им передуму. Все, давай, тогда счастливо, если что, тогда на связи, да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok